Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Премного благодарен за возможность участия в столь важном мероприятии Иркутского отделения РКО. В настоящее время врачу все чаще приходится сталкиваться с коморбидными пациентами. В том числе это связано с увеличением продолжительности жизни населения, увеличением полупациентов с ХСН. По большей части никакая лекарственная терапия не является безопасной. Арсенал лекарственных средств постоянно пополняется. Врачу приходится постоянно поддерживать баланс между пользой и риском в назначении того или иного препарата. Не забывайте о диетотерапии при разных состояниях. Приходится учитывать много аспектов. Да и статистика по сахарному диабету не внушает оптимизма. Идет неуклонный рост как количества пациентов, так и процента смертности в данной когорте пациента. Сегодня поговорим о гиперкалиемии, о состоянии, когда калий в сыворотке более 5,5 ммл. В общей популяции частота гиперкалиемии у пациентов со СКФ менее 30 мл в минуту составляет до 40%. Пациенты с тяжелой гиперкалиемией подвергаются наибольшему риску и в одном наблюдении госпитальная их летальность составляла аж 30%. Выделяют следующие причины гиперкалиемии. Снижение экскреции почками при ХБП, ОПП, анурии, первичная надпочечника в недостаточности, при разрушении клеток, рапдомиолиз, гемолиз, синдром лизиса опухоли, ожог. К примеру, у нас недавно был случай пациента 35 лет, наркомана, с позиционной ишемией правых конечностей, с тяжелой ОПН, вследствие чего развилась гиперкалиемия и, к сожалению, смерть. Следующей причиной является перераспределение между клетками и кровью, при ацидозе, дефиците инсулина. Етрогенные причины обычно бывают на фоне исходных ХБП или приема нескольких препаратов, повышающих калий. Прием препаратов калия, ингибиторов АПФ, брокаторов рецепторов анкангиотензина, бета-блокаторов, в особенности неселективных, нестероидные противовоспалительные, калий-сберегающие диуретики, циклоспорин, триметоприм, соксометоний, гибарин. Бывает также ложная гиперкалиемия вследствие гемолиза ретроцитов из-за дефекта забора крови, тугой жгут, сильно сжатый кулак, длительное время наложения жгута. Бывает также при ликоцитозе, при тромбоцитозе, либо при какой-нибудь лабораторной ошибке. Симптоматика разнообразна и зависит от степени тяжести гиперкалиемии и остроты ее возникновения. Далее разберем ЭКГ проявлений. При калии более 5,6 ммл отмечаются высокие заостренные зубцы Т. Они часто выше, чем колебания Р, напоминают Эйфелеву башню, отмечается укорочение интервала КУТ. При калии более 6,5 ммл отмечается старт расширения комплекса КУРЭС, АВ-блокады разных степеней, воплощение зубца П, исчезновение зубцов П, широкие КУРЭС, которые не похожи ни на одну из известных блокад и состояний. При калии более 7 ммл, комплекс КУРЭС расширяется еще больше, СБЦП отсутствует, также отмечаются АВ-блокады, блокады ножек, фасцикулярные блокады, может отмечаться фибрилляция желудочков. При калии более 9 ммл отмечается так называемый синвентрикулярный ритм, характерный, когда на ЭКГ определяются синусоидальные волны без зубца П, отмечается фибрилляция желудочков, асистолии, электромеханическая диссоциация. Для подтверждения используем анализ крови на КЩС газовый состав, где либо в артериальный, либо в венозный определяем уровень калия, и определение калия в лаборатории с набором венозной крови в зеленую пробирку. Выделяют 5 подходов к терапии острой гиперкалинии. Шаг 1. Защита сердца, стабилизация мембраны кардиомиоцитов. 10 мл 10% кальция хлорида, что эквивалентно 6,8 мм кальция, либо 30 мл 10% кальция глюканата для эквивалентной дозы. Оценка эффекта по ширине КУРС при отсутствии эффекта повторное введение. Повышенная концентрация кальция снижает деполяризационный эффект повышенного уровня калия. Внутривенное введение кальция противодействует возбудимости мембраны сердца, вызванной избытком калия, тем самым защищая сердце от аритмы. Следующий шаг – межклеточный перенос иона калия. При калии более 6,5 мм 25 г глюкозы на 10 единицах инсулина короткого действия в течение 15 минут внутривенно. У пациентов, у которых исходно гликемия была менее 7 мм на литров, после использования глюкозы инсулиновой смеси рекомендуется с целью поддержания гликемии использовать 10% глюкозу со скоростью 50 мл в час в течение 5 часов. Профилактика гипогликемии. Использование сульбутамола до 20 мг через небулайзер. До 2 часов после введения. После чего обычно наблюдается постепенный отскок. Эффективность инсулина глюкозы повышается, если вводить его в сочетание с сульбутамолом. При наличии у пациента ацидоза возможно рассмотреть введение натрия бикарбоната. Шаг 3. Выведение калия из организма. Используем раствор фуросимидов в дозировке 1 мг на 1 кг массы тела. Избегать пригипа в алюмии, поэтому оцениваем нижнюю полу и вену. Эффективность снижается при СКФ менее 20 мл в минуту. Кальция полистирола сульфанат. После перорального введения в желудочно-кишечном тракте катион кальция смолы высвобождается в кровь, замещая катионом калия из крови пациента. Преимущественно в толстом кишечнике. Препарат не абсорбируется и выводится с калом в неизменном виде смолы. Циклосиликат, циркония, натрия. 10 г 3 раза в сутки. Потиромер. Новые препараты в лечении гиперкалинии. При неэффективности мер использования следует рассмотреть гемодиализ. Конечно же мы должны очень тщательно контролировать уровень калия и глюкозы в крови. Следующим шагом мы должны предотвращать рецидив гиперкалинии путем борьбы с первопричиной гиперкалинии, с компенсацией углеводного обмена, гипокалинической диеты. Следует коррегировать терапию ХСН, ХВП, углеводного обмена. Далее вашему вниманию будет представлен клинический случай женщины 71 года с индексом массы тела 51 кг на метр в квадрате. Она вызывает скорую помощь жалобам на боли в теле, на выраженную слабость, на потливость, на выраженную одышку. По ЭКГ на СМП представлено следующим образом. Регулярный ритм, широкими комплексами КРС до 170 мс, частотой 85 ударов в минуту, без убедительных зубцов П, заостренные зубцы Т. В грудных отведениях зубец Т похож на отражение зубца С. С расширен, Т наоборот немного сужен, и оба они имеют заостренные верхушки. Подъем сегмента СТ в третьем стандартном ВВР. Косовосходящая депрессия в первом ВВЛ. На данной ЭКГ представлены так называемые 4 убийственные, плохой прогностичный, 4 убийственные Б. При наличии всех 4 Б, это очень плохой прогностический признак, особенно высокий риск ухудшения состояния и остановки сердца из-за гиперкалиния. Пациентке оказана помощь по стандарту УКС с подъемом сегмента СТ. Кроме догоспитальной ТЛТ. Из приемного покоя ввиду крайней тяжести направлено в отделение реанимации интенсивной терапии. По выпискам было выяснено о наличии у пациентки сахарного диабета ХБП-Ц4. В отделении реанимации записано следующее ОКГ. Ритм уредился до 50. Зубцов П по-прежнему не видно. Комплексы КУРС стали еще шире. А зубцы Т в грудных отведениях еще выше. Псевдоинфарктный подъем сегмент СТ ушел. Начата интенсивная терапия. Мониторирование КГ, ИВЛ, катетеризация мочевого пузыря, установка ЦВК. Учитывая терминальное состояние пациентки, характерные КГ-признаки гиперкалиемии, не дожидаясь результатов лабораторных анализов, введено 30 мл 10% кальция глюконата. Начата инфузия глюкозокалиевой смеси. Ингаляция сальботамола 20 мг небулайзером. Подключен был бикарбонат натрия. По скринингу ЭХКГ без значимых отклонений норма волемия. По кардиомонитору сохранялся ритм из АВ-соединения. ЧСС 62 в минуту. Комплекс КУРС становился уже в 0.2.15. ЧСС 37 в минуту. Комплекс КУРС стали шире. Около 240 мс. Сегмент СТ в отведениях В1-В4 практически исчез. Зубец С напрямую переходит в зубец Т. Еще немного, и ЭХКГ превратится в медленную синусоиду. Гемодинамически неэффективный ритм. Практически не поддающийся никакой коррекции заканчивающейся гибелию пациента. Введено 30 мл 10% кальциоглюконатом внутривенно в центральный катетер. Растор форосинида 40 мг. Через 15 минут по кардиомонитору. ЧСС 32 удара в минуту. Комплекс КУРС также уширен. Введено еще 30 мл кальциоглюконатом внутривенно. В 0.2.40 клиническая смерть. Начато реанимационное мероприятие. Введено 30 мл 10% кальциоглюконатом внутривенно в центральный катетер. Реанимационные мероприятия успешны. Достигнут результат интенсивного лечения. Зубцов П по-прежнему не видно. Однако отмечается значительное сужение комплексов КУРС. Они по-прежнему остаются довольно широкими. При том, что признаков блокады ни право, ни лево ножек пучка ГИСа нет. Однако уже похоже на нормальный КУРС. Появился также нормальный, почти горизонтальный сегмент СТ между КУРС и зубцом Т. И сами зубцы Т стали намного ниже. Частота сокращения желудочков 63 удара в минуту. В 0.6.40 по кардиомонитору пульс 48 ударов комплекс КУРС стал уширяться вновь. Введено еще 30 мл 10% кальциоглюконата внутривенно в ЦВК. В 0.7.30 наконец-то забраны первые анализы. Динамика в лечении положительная. Пациентка по-прежнему на ИВЛ, но в сознании. Выполняет простые команды. Давление на дофамине. КУРС с момента поступления около 600 мл. Восстановление синусового ритма. Появляется зубец П. Частота сокращения желудочка 58 в минуту. Комплекс КУРС стал уже 120 мс. Признаки гиперкалимии в зубцах Т еще однако сохраняются. Пришли наконец-то результаты анализов, забранные в 7.30. Криетинин 249 мкм на литр. Скорость глубочкой фильтрации 15 мл в минуту. Калий 1038. Это после такого лечения страшно предполагать, до каких цифр он повышался на самом деле. Острое почечное повреждение, острое печеночное повреждение и глюкоза 26,7 мм на литр. Спустя 10 часов от поступления калий составлял 7,55 мм. На ЭКГ 3 питания предсердия 3,1 мм. Частота около 120 в минуту. Комплекс КУРС уже совсем узкий. На следующие сутки калий 6,88 мм на литр. ЭКГ практически в норме. На 3-е сутки тоники отключены. На 5-е ИВЛ в вспомогательном режиме. На 6-е сутки перестарались. Компенсировали гипокалийную. На 10-е сутки госпитализация и пациентка экстубирована. И в состоянии средней степени тяжести переведена в профильный стационар, откуда благополучно выписано домой. Гиперкалиймия – это грозное, острое осложнение хронической болезни почек. В частности, у коморбидных пациентов с метаболическим синдромом, с сахарным диабетом. Правильная ЭКГ-диагностика помогает своевременно начать оказывать эффективную помощь. Введение препаратов кальция, глюкозоинсулиновой смеси возможно еще на догоспитальном этапе. Нужно помнить о маскировке, как симптоматики, так и ЭКГ-изменений, подподобные острому коронарному синдрому. Дифференцировать помимо характерных ЭКГ-особенностей позволяет тщательно собранный анамус, наличие сахарного диабета, ХБП, прием препаратов, снижающих экскрецию калия почек и прочее. Если пациент с гиперкалиемией нестабилен, слишком много кальция не бывает. Пациенту с хронической гиперкалиемией следует рассмотреть возможность назначения кальция, содержащих катионообменных смол. Следует тщательно контролировать уровень калия и кретинина, контролировать ЭКГ на амбулаторном этапе у пациентов из группы риска. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...